Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я начала рассказывать о подкормках томатов в открытом грунте. И в предыдущем видео я уже сказала, что нынче была экстремальная весна, и вот я высадила томаты, не все они хорошо пережили холодовой стресс. И вот сейчас, осмотрев посадки, я поняла, что нужна подкормка. Но я рассказала в предыдущем видео, что подкормка нужна порой даже на одной грядке, высаженным томатом, разная. Я вот показывала три вида томатов, которые пережили очень хорошо, после высадки себя чувствуют, которые чувствуют себя средне, и у которых вид плачевный, которые обязательно нуждаются в подкормке. Я говорила, что подкормку нужно выбирать по внешнему виду, и вот сейчас я начну подкармливать самые хилые и слабые свои посадки, то есть вот этот ряд, который еще даже не цветет, который не наращивает зеленую массу, и который стоит в одной паре, высажен уже более полумесяца назад, и по сравнению с соседями выглядит очень плохо. Вот видите, соседние вот эти вот сибирские сорта, они обильно цветут, они уже завязывают плоды, а их соседи вот эти вот замухрышки. Я сама, конечно, виновата, я потом уже посмотрела, что вот этот сорт казанова, он написано, что для выращивания в теплицах или в южных регионах, я его высадила рано, надо было его придержать немного, ни разу его не садила первый раз, и он у меня получилось, что очень плохо пережил холод, вот эти наши похолодания. Его сейчас я буду подкармливать в первую очередь. Так что тема вот сегодняшнего видеоролика, чем подкормить слабые и хилые томаты, если они после высадки в грунт сами не оправились, не наращивают зеленую массу. Как я уже говорила, им нужен азот. Но так как мы всегда говорим о том, что азот применять на томатах, уже высаженных в грунт, опасно, они могут очень-очень быстро из хилых и слабых превратиться в жирующих. Азот в чистом виде применять все-таки не рекомендуется. Можно, конечно, полить и мочевиной, и селитрой один раз, когда еще у них нет плодов, когда они маленькие, вот такие, как замороженные в одной паре стоят. Но все-таки, если вы решили делать подкормки слабым и хилым томатом, то лучше сделать сразу комплексную подкормку. Так они получат и азот, и калий, и фосфор. Сегодня я буду говорить о комплексных удобрениях, именно минеральных, фабричных. Хоть есть много сторонников против, ну, как, не сторонников, а наоборот, противников этих удобрений, но понимаете, что иногда бывает ситуация у людей такая, что бедная почва, холодные условия, и когда стоит выбор, или подкормить и вырастить хоть что-то, или отказаться от подкормок минеральными удобрениями, не получить вообще урожая, то, конечно, лучше подкормить. Когда мы подкармливаем на ранней стадии, когда еще нет плодов, оно еще даже не цветет, никакого вреда оно не принесет. Выбирая удобрения, вот комплекс удобрений нужно выбирать тоже внимательно, выбирая удобрения, нужно смотреть обязательно, чтобы был НПК и азот, и фосфор, и калий. Но, опять же, смотрим, вот смотрите, есть они почти одинаковые, вот, амофос, азофоска, нитрофоска, и новички могут растеряться тоже в обилии этих удобрений, но вот смотрите, в амофосе написано только азот и фосфор, мы его сразу убираем, калия там нет, а калий нам тоже нужен. Вот, азофоска, тут написано, азот, фосфор и калий. Все, я вот выбрала, для того, чтобы подкормить свои худые, хилые, такие слабенькие, нитрофоска, я посчитала, что это самое идеальное соотношение, здесь 16 азота, 16 калия и 16 фосфора, и еще добавлен магний, марганец, медь, бур, ну, короче, все микроэлементы, вот это идеальное удобрение. Конечно, можно любые вот такие органику, гумат калия, можно, если кто-то вот вообще не хочет, ни в каком виде вот такие минеральные фабричные удобрения, можно подкормить травяным настоем, это тоже азотное удобрение, можно подкормить дрожжами, тоже начнется рост зеленой массы, но при подкормках, например, дрожжами или травяным настоем, томаты получат, опять же, один только азот, но вот в это время лучше всего, чтобы они получили и азот, и фосфор, и калий. Вот хорошее удобрение, в прошлом году удобряла им, у меня еще осталась Аннушка, тут тоже хорошие соотношения, тут фосфор, калий и азота, 18% содержания. Ну вот во всех удобрениях, сейчас еще напомню о том, что подкармливаем только те, которые хотя бы неделю, дней 10, уже были в открытом грунте. Вот те, которые я высадила вчера, позавчера, несколько дней назад, мы не подкармливаем, я даю им возможность самим нарастить зеленую массу. И вот здесь везде, почти во всех инструкциях, написано, что подкормку проводить, первая подкормка через 15-20 дней после высадки в грунт. Как бы заведено, такое правило есть, что после высадки в грунт 7 или даже 10 дней у растений режим покоя. Не трогайте, пусть они укореняются, не надо никаких подкормок, возможно, они сами пойдут в рост, им не нужно будет вот это азотосодержащее удобрение, может быть, они сами вот такую массу, вот эти без всякой помощи у меня нарастили. Все, как я делаю подкормку? Везде написано 20 граммов, 20 граммов, запомните, что 20 граммов любого гранулированного удобрения это 1 столовая ложка. Берем столовую ложку, растворяем в литре воды. Но не обязательно в литре, можно и сразу во всем объеме, но во всем объеме вы долго будете растворять, они будут по дну там кататься. Растворяю в одном литре воды, и этот литр воды можете в пол-литре, можете в любой другой таре, в ковшике. Этот литр на 10, на 10-литровое ведро, и все, и разливаю. В инструкциях везде написано, вот 20 грамм на 1 квадратный метр, но 1 квадратный метр высчитать очень сложно, я делаю по-быстрому. В литровой банке ложку растворяю, заливаю вот в это ведро, и по лункам. Я сейчас вот этот ряд уже прошла. Вот такого ведра я выливаю на 6-7 лунок, потому что они вот так вот в рядок, и никак квадратный метр вы не высчитаете. Я делаю примерно 6-7 лунок в длину строчка, если это будет квадратный метр. Вообще, всегда, конечно, мы по лункам можете разливать баночками, ковшиками. Я беру прям просто ведро, иду и в лунки лью 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, ведро кончилось, пошла новое разводить. Кто хочет по-быстрому сделать вот такие вот подкормки, чтобы много времени не тратить, вот я делаю так. Я заранее, часа за 2-3, высыпаю нужное количество мне гранул. Вот здесь вот у меня 10 ложек. Это значит, вот этот раствор на 10 литров. Она растворяется, и когда я выхожу подкармливать, у меня уже 2-3 баклушки вот таких готовых. Доливаю до 5-литрового объема, значит, у меня здесь 10 пол-литровых баночек раствора. Одну баночку вот этого раствора маточного я на ведро добавляю. У меня вот здесь на 10 литров раствора. Все, я новое ведро приношу, наливаю пол-литровую банку вот этого концентрата очень быстро. Все, вот эта подкормка хилых и слабых. В следующем видео я расскажу, как я буду подкармливать те, которые хорошо перенесли, но все-таки нуждают в подкормках. Вот есть у меня средние, которые средние состояния. И что я буду делать с теми, которые выглядят просто идеально и великолепно. Но их тоже нужно подкормить, потому что сейчас им нужен фосфор и калий. И несмотря на то, что они хорошо растут, для налива плодов, для ускорения плодоношения, их нужно поддержать и тоже подкормить. Все. Вот это вот был видеоролик о том, чем подкармливать хилые и слабые. Хилые и слабые нужно подкормить любым удобрением комплексным, где есть азот. Лучше всего, чтобы там был азот, фосфор и калий, все три элемента и микроэлементы. Но если вы не приемлете фабричные удобрения, можно подкормить и дрожжами, и травяной настойкой, и какими-то можно развести и птичий помет, и перегной, все. Но я все-таки думаю, что в такой ситуации, когда уже третья декада июня, а томаты вот эти вот у меня еще и не цветут, и стоят как бы линками, я в этом году решила использовать минеральное комплексное удобрение. Хотя тоже не очень часто его применяю, но в этом случае ждать уже некогда. Мне сейчас делать травяную настойку не из чего и некогда. Не забывайте, что перед любой подкормкой, видите, я пролила весь грунт вчера. Вчера, позавчера было тут так сухо, вот сегодня уже видите, что мокро. И любые подкормки делаем только по мокрому грунту. После подкормки можно еще раз полить, можно не поливать. Если вы концентрацию соблюдаете, делайте только по инструкции, дозировку не превышайте, и тогда все будет хорошо. До свидания.